Посевная в республике практически завершена. Всего посеяно 1 750 000 гектаров, это 99%. На последних буквально гектарах идет все поздних культур, посадка картофля и овощей. В целом на погоду пока жалоб тоже нет, и осадки прошли, и температура воздуха до сих пор была такая умеренно положительная, хотя на следующей неделе ожидается резкое повышение температуры до 28 градусов. Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в зависимости от зоны колеблется от 170 мм до 107, но, однако, потери, конечно, влаги неминуемы, особенно с пахотного слоя. И интенсивность потерь, она разная. Вот на слайде динамика за последнюю декаду, в левой части, где проведено оборонование посевов или, по-другому, сухой полив, там потери 5 мм, а в правой части, вот после селки прошел каток и больше ничего не сделано на посевах, в результате, конечно, испарения гораздо больше. Если даже где-то прошли дожди, это хорошо, но там возможны образования нежелательной почвенной корки, поэтому до и по всходовое оборонование должно быть обязательным агроприемом во всех зонах республики, это для наших агроформирований. Должны быть задействованы все возможные бороновальные агрегаты, штриделя, легкие, средние бороны, их у нас немало, а правила проведения этого агроприема, это, во-первых, работа агрегата по скорости не выше 5-6 км в час, и прием производить в дневное время, когда тургор у растений меньше, в этом случае они меньше повреждаются, ночью пахать поранами наших посевов нежелательно. Второй важный вопрос – это заготовка кормов. Наступает судьбоносный период для животноводства, ряд районов Сарманово, Заянск, Тетюши, Мамадыш, Мензелинск, Лениногорск, Алексеевский район уже приступили к заготовке кормов, на следующей неделе мы массово должны приступить к заготовке многолетки первого укоса.